Реклама Мои помощники передают вам теплые приветы Это полностью взаимно и даже аналогично Один из Пскова, один из Новосибирска, один из Ханты-Мансийска Одновременно Псковское яблоко большое Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение» Добрый вечер, у микрофона Татьяна Фельгенгар Я рада приветствовать в этой студии Леваш Лозберга Политика председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Здравствуйте, Лев Маркович Татьяна, добрый день и добрый день всем, кто нас смотрит и слушает Да, первый Эховский на Ютьюбе в вашем полном распоряжении Хотела я вас спросить про поправки, коих много разных И все к одной только Конституции 20 поправок вносят яблочники, причем двумя разными путями В том числе с помощью Псковского отделения Ничего не путаю Ничего не путаете, если быть точным Поправки яблока по полномочиям и сроку полномочий президента Двух палат парламента, правительства России и о судебной власти Внесены депутатами от яблока в пяти законодательных собраниях России В Московской городской думе, законодательном собрании Санкт-Петербурга, Республике Карелия Законодательном собрании Карелии, Псковском областном собрании депутатов и Астраханской областной думе В трех парламентах рассмотрение уже состоялось В Астраханской областной думе, в Республиканском собрании Карелии и в Псковском областном собрании И должен сказать, что поправки проходят в очень интересной атмосфере Во-первых, полная тишина Никаких возмущений, никаких каверзных вопросов, чего это вас потянуло к институции управить, куда вы лезете не в свое дело, ничего этого нет. А со стороны сторонников, извините за невольную тавтологию. Сейчас про сторонников скажу, отдельно скажу. Из четырех законопроектов, которые рассматривались в Псковском областном собрании депутатов только что 27 февраля, закон о судебной власти, о реформе судебной власти, собрал 11 голосов за и еще один голос воздержавшийся. Это из 44 депутатов, при том, что у Яблока два голоса в Псковском областном собрании депутатов. То есть 9 человек вы на свою сторону перетели. Да, это я считаю большим и важным достижением и отражением качества внесенных законодательных инициатив. Кроме того, что эти инициативы вносятся в законодательные собрания, впереди у нас еще проект закона о поправке Конституции в части избирательной системы. Мы предлагаем внести отдельную главу в Конституцию, избирательная система, потому что нам нужны честные выборы, всей стране нужны честные выборы. Будет также блок поправок к военной реформе, в частности по отмене призыва. И это должно быть, в нашем понимании, закреплено в Конституции. Это все отправляется в том числе в Государственную Думу, Совет Федерации, в администрацию президента. Теперь мы ждем, когда будет второе чтение, верно? Не то чтобы мы ждем, но мы знаем, что 10 марта Государственная Дума рассмотрит законопроект Владимира Путина о поправке Конституции во втором чтении с учетом тех поправок, которые Путин принимает. Судя по всему, их будет достаточно много, возможно, больше, судя по всему, больше, чем то, что Путин внес в первом чтении. По поводу сторонников обещали мне ответить, потому что нет единой позиции. Видимо, кто-то считает, что да, надо воспользоваться случаем и как-то попытаться поучаствовать в процессе и добавить в Конституцию то, чего там нет. Другие считают, что вообще не надо к этому иметь никакого отношения. Татьяна, очень важный вопрос, при том эти два разных подхода есть в отношении и к разработке поправок Конституции, и по отношению к дню голосования 22 апреля. Про голосование отдельно давайте? Да, отдельно, давайте отдельно. Сначала про сами поправки. Есть подход, что Конституция получилась такой, как получилась, она могла быть лучше, но она есть такая, как она есть, она защищает наши права и свободы, не прикасайтесь, потому что испортите. Это один подход. А есть другой подход, он более стратегический, и это подход Яблоко. Этот подход говорит о том, что постсоветская Конституция России, а это постсоветская Конституция России, которая должна была стать проектом, по которому будет построено свободное демократическое государство, объективно исчерпала себя. Проект, который был закреплен в Конституции, не был воплощен, не был реализован. И Путин это понимает, он это чувствует. Сегодня обстоятельства нашей реальной жизни и нормы Конституции не совпадают настолько, что эта Конституция, как если ее читать, не все ее читали, но сейчас ее стали открывать. Это Конституция другой страны. Простите, но если привести в соответствие Конституцию с той реальностью, которая нас окружает, вы знаете, это будет как-то довольно печально. Может, Конституцию оставить в покое, а над реальностью поработать? Может, в Консерватории что-то поправим? Татьяна, Консерватория, кстати говоря, это Конституция, а реальность это те люди, которые в Консерватории работают и выполняют нормы нотного стана. Могу сказать, что все пробелы, все провалы, все противоречия Конституции 1993 года привели к тому устройству власти в стране, которое есть сейчас. Это результат в том числе Конституции 1993 года и ее белых пятен. Мы должны понимать, и это сейчас уже обсуждается, во всякой ситуации есть свои неожиданные плюсы. Неожиданный плюс ситуации с поправками в Конституцию, что этот ящик, не хочу сказать второе слово, этот ящик открыт, и все начинают осознавать, самые разные люди начинают осознавать, что России неизбежно будет нужна новая Конституция, скорее всего, после Путина. И то, что сейчас пишет Яблоко, и блок поправок о системе власти, и блок поправок о системе судебной власти, и поправки по избирательной системе, и поправки по вооруженным силам, это фрагменты будущей демократической и свободной Конституции России, которая будет востребована обществом. То есть, эта работа не в стол, это работа не до 22 апреля, это работа на ближайшее историческое будущее. В связи с этим возникает вопрос уже про голосование. Вот наступило 10 марта, или уже близится 22 апреля, и то, над чем работала Яблоко, те поправки, которые подготовила партия, проигнорированы. Ничего такого нет. Что делать 22 апреля партии Яблок? У вас есть вот этот план? Вы же наверняка как-то прикинули. Есть этот план. Вчера на заседании Федерального политического комитета партии Яблок обсуждались наши действия, и установлен срок. До 20 марта Федеральный политический комитет подготовит заявление четырем членам политкомитета, Борису Вишневскому, мне, Николаю Рыбакову и Борису Мяснику, поручено подготовить это заявление, и мы будем его готовить. Оно будет опубликовано буквально через 10 дней, через 2 недели. Но есть еще одно очень важное обстоятельство. Оно заключается в том, что мы, отдавая себе отчет, не то чтобы я предвосхищаю будущее заявление, но я могу сейчас высказать свою позицию, отдавая себе отчет, что голосование по проекту изменения в Конституцию будет крайне специфическим действием, мы должны не расхолодить своих избирателей. Мы должны обратиться к людям с просьбой, настоятельной просьбой, быть в форме и не отстраниться от этого процесса. Миллионы людей не пошли голосовать на президентских выборов, считая это голосование бессмысленным. Именно после этого в нашей стране произошли массовые нарушения прав и свобод граждан, потому что математическая цифра по итогам президентских выборов на нашей стране была, скажем так, небольшой, недостаточно большой, чтобы защитить себя. Нам нужно собрать достаточное количество голосов против, и одним из наших аргументов, аргументов партии «Яблоко» для участия в этом голосовании и голосовании против будет наличие системной альтернативы поправкам Путина. Ни одна другая партия сегодня такие поправки, настолько системно охватывающие саму систему власти, не подготовила. Кстати говоря, вот в этом месте маленькая оговорка. Четыре законопроекта поправка Конституции рассматривались в Псковском областном собрании депутатов. Наименьшее число голосов поддержки четыре набрал законопроект президентской власти. По пять голосов набрали парламент и правительство, но по судебной власти 11 голосов. То есть высшие власти депутаты от КПРФ «Справедливая Россия» и ЛДПР касаться испугались. Ну, или не захотели. Не захотели, воздержались. По поводу голосования, давайте, чтобы я просто проговорила, правильно ли я поняла. Значит, партия «Яблоко» в любом случае зовет своих сторонников 22 апреля голосовать. Но как именно вы сформулируете свою позицию к 20 марта? Я правильно поняла? Будет отдельное заявление Федерального политического комитета. Именно так. То есть голосовать в любом случае, за или против, чуть позднее определимся. Я думаю, что позиция «Яблоко» по отношению к поправкам Путина ясна. Мы их не поддерживаем, мы их считаем опасными, и на эту тему уже в вашем эфире много было высказываний. По сути дела, поправки Путина решают две задачи. Первая – создание максимально запутанной, противоречивой и, на мой взгляд, опасной для российского государства системы власти, на многие клавиши из которых можно непредсказуемо нажать и влиять на принятие государственных решений. Это потому, что Путин не решил, на какой ветке, на каком суку власти он усядется после завершения условного срока. И вторая вещь, очень важная. В Конституцию вносится огромное количество декларативных, политических, агитационных норм, которые не являются нормами права. У меня создается впечатление, что Конституция с правового документа становится агитационным документом, что недопустимо для Конституции, и это сокращает срок ее жизни. Любая агитация смертна, она уходит вместе с тем, за кого она проводится. На минутку можете рассказать сторонникам бойкота, почему они неправы? Во-первых, я с уважением отношусь к любой позиции граждан. Сознательная позиция ответственного гражданина вызывает уважение. Никого нельзя ругать и говорить, что люди неправы. Но я могу объяснить, почему их позиция неэффективна. Объясняйте. Вы никогда не докажете, что ваши сознательные голоса, бойкотирование, голосование по Конституции могут быть экстраполированы на голоса всех неучаствующих граждан. Это первое. Второе. Освобождая свой бюллетень от вашего волеизъявления, вы усиливаете, вот лично усиливаете риски на фальсификацию итогов голосования. Уже известны контрольные цифры и появки по результатам голосов. Наша задача сделать так, чтобы эти контрольные цифры не оправдались. Администрация уже по всем каналам распространила явка 60, поддержка 70. Вот то, что я вижу вокруг себя, не соответствует как минимум второй цифре. Такой поддержки у Конституции сегодня нет. И наша задача, чтобы люди, не приходя на голосование, не увеличивали эту цифру своим отсутствием. Это отсутствие гражданина на голосовании по Конституции поддерживает власть. Это прямая поддержка власти. Сейчас делаем короткий перерыв. Это особое мнение Льва Шлозберга. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВА» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем у микрофона. Татьяна Фельгенгауэр, Леш Шлозберг, глава Псковского регионального отделения партии «Явлок». Сегодня у меня в гостях. Говорим мы про поправки и про грядущее голосование. А с прекрасной абсолютно выступила Элла Александровна Памфилова. Она у нас глава Центра избиркома и, собственно, говорит она о том, что отдельно по каждой поправке голосование нельзя проводить. Надо голосовать все вместе, потому что, по мнению Памфиловой, голосование – это как комплексный обед. Ну, вы слышали эту цитату. Ну, как же, вот уже скоро Северюжина с хреном, да что это вообще за сравнения такие? Элла Александровна Памфилова отличается от многих других участников государственной машины России, от ее пассажиров. Как все понимают, она не водитель, она пассажир, пусть и высокопоставленный. Она отличается искренностью. Она может открыто и образно проговаривать вещи, которые боятся проговаривать высокопоставленные сотрудники администрации президента и вряд ли проговорит Путин. Интуитивно, может быть, в силу высокого психологического напряжения, которое сейчас выпало ей, Элла Александровна создала образ, который идеально, просто идеально помогает объяснить, какую конструкцию авторы этих поправок заводят в голосование. Ведь они хорошо понимают, что за те формальные поправки, которые нужны власти, привести на выборы, на голосование 60-70 миллионов людей невозможно. Нужно вот эту очень сложную механистическую конструкцию из железа полить каким-то сахарным сиропом, для того, чтобы она выглядела соблазнительной, чтобы ее хотелось лизнуть, может быть, в ней что-то питательное. И примерзнуть потом к ней языком. Всем чем угодно примерзнуть. И вот эта попытка замаскировать очевидное холодное железо, опасное железо, всякой патокой, эта попытка вынуждает власти затаскивать в Конституции вещи, которые не имеют никакого отношения к повестке дня Конституции в принципе. Но у меня есть еще одно предположение. Жизнь только покажет, насколько это предположение реалистично. У меня есть гипотеза, версия, что мы можем получить сюрприз. Буквально вот перед голосованием по Конституции я не исключаю, что на общероссийское голосование может быть вынесен одновременно с вопросом о поддержке или не поддержке по праву Конституции еще один вопрос. Какой? Я не знаю. Но вопрос, который будет драйвером явки людей на выборы. При такой постановке дела Конституция станет довеском, а основным двигателем организации явки будет некое другое обращение властей к людям, которые люди сочтут для себя важным. Это моя гипотеза, потому что все исследования, в том числе которые проводят вполне лояльные властям социологические компании, показывают две вещи. Первое. Более двух третей избирателей не понимают, что происходит с Конституцией, а любое непонимание вызывает настороженность. Любое непонимание. Вот же вам специально для тех, кто не понимает, отличное описание ситуации от Памфиловой. Это комплексный обед, берите борщ с котлетами, винегрет не нравится, все равно берите, потому что вы хотите борщ с котлетами. Есть одно важное обстоятельство. Я могу быть сыт. Я могу быть сыт. Нет, такого варианта нет. У нас графу против всех отменили. То есть садитесь жрать, пожалуйста. Да, да, да. Татьяна, моя версия заключается в том, что власти понимают уязвимость этого действия по изменениям Конституции и ищут сейчас, возможно уже нашли, но еще не сказали, дополнительный стимул для организации явки. Какой, мы узнаем очень скоро. Возможно, я не прав, но тогда это тоже будет известно. Как вы считаете, вот то, что обсуждают с начала недели про Бога, про детей как главное достояние и прочее, прочее, а это намеренно в фарс превращают все эти поправки? Или так получилось? Так получилось у Владимира Путина, притом получилось по итогам 20 лет. Это не ситуация 2020 года. Путин создал пропагандистское государство. Государство, которое держится на пропаганде и системе мифов. И при открытии в данном ситуации ящика Пандоры в виде поправок Конституции, эти мифы стали оживать и приходить в нашу жизнь в виде предложений Конституции. Опирается государство на РПЦ как одно из скреп поддержки режима. Вот вам, пожалуйста, предлагают Бога. Да, есть 14-я статья Конституции. Россия – светское государство. Гениальный совершенно диалог журналистов «Эхо Москвы» и «Коммерсанта» с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента. Да, Конституции был прекрасен. Я считаю, что при таком количестве людей, желающих прислониться к древу власти, воспользоваться возможностью найти какое-то расположение Путина, вот этот весь поток пропагандистских, мифологических поправок, он засоряет Конституцию. И когда стало понятно, а это уже сейчас очевидно, что число этих декоративных пропагандистских поправок превысит число поправок, которые по существу являются правовыми, это и сократит срок жизни этой Конституции. Пропагандистские Конституции долго не живут. Самая лучшая Конституция – это краткая Конституция, где указаны базовые права свободы человека и гражданина, базовые принципы организации системы власти. И такая Конституция и не может, и не должна меняться при смене правителей. А сейчас пишется Конституция Владимира Путина. Это в чистом виде подведение итогов политической деятельности Путина. И поэтому эта Конституция будет ограничена в сроке своей жизни. Путин попал в собственный капкан. Он решил миф, пропагандистский миф, закрепить в Конституции. И это смертельно для Конституции. Ну, попал ли он в этот капкан, мы посмотрим после 22 апреля. Попал, попал, попал. Про партию «Яблоко» еще хотела у вас спросить. Коль скоро вы глава Псковского регионального отделения, а вы за московскими коллегами следите. Я не слежу, но я вижу. Видите? Вижу. А с каким чувством вы смотрите на то, что происходит в московском отделении, на исключение Максима Каца и Дарья Беседина, если я ничего не путаю? Путаете, Дарья Беседина не исключена. Да, я прошу прощения. Я всех знаю. Из партии «Яблоко» исключены 21 февраля решением бюро 16 человек, 16 членов партии. Я присутствовал на заседании бюро как член политкомитета. И вчера на заседании политкомитета мы 7 часов обсуждали эту ситуацию в закрытом режиме. Я переживаю за партию «Яблоко». Я очень обеспокоен тем, что столкновение поколений, культур и стилей внутри партии «Яблоко» оказалось настолько драматичным. Не только как председатель «Яблоко», а скорее как член федерального политического комитета. Я предпринимаю и буду предпринимать все возможные усилия для мира в партии «Яблоко». Нам важны все. В партии «Яблоко» важны люди, в том числе выражающие разные точки зрения. В том числе нам важны те, кто критикует нас, старшее поколение партии «Яблоко», и нам важны те, кого критикуем мы. То есть наша задача – сохранить многообразие партии «Яблоко», сделать все для того, чтобы ценности партии «Яблоко» нас объединяли. Эта работа не завершена, она сейчас в значительной степени идет не публично. Моя обязанность, даже мой долг перед партией – ни одним словом не усугубить эти противоречия и эти острые отношения. Я надеюсь на мир в партии «Яблоко», потому что именно объединение партии, консолидация партии, сочувствие членов партии друг к другу делают партии сильнее. Но вы, видимо, в меньшинстве, судя по результатам голосования. Я не готов сейчас называть позицию меньшинством или большинством. У нас идет диалог внутри партии. Этот диалог не завершен. Он является политически важным не только для партии, но и для сторонников партии «Яблоко». Именно поэтому ни одним словом я не усугублю те споры, которые сейчас идут в нашей партии. Я надеюсь, что из этих споров есть позитивный выход. Да, а не только принудительный выход Максима Каца из партии. Окей, с «Яблоком» давайте закончим. С «Яблоком» закончить невозможно. Это правда. Да, тут не спорю. Хочу спросить еще про историю, за которой вы очень пристально следите и много делаете, активно принимаете участие. Это история с Светланой Прокопьевой. Ничего не закончилось. Ничего не закончилось. По-прежнему и дело, и прочие ограничения абсолютно безумные. Что сейчас и каковы перспективы, если они вообще есть? Вы знаете, у любого дела с перспективы, как хорошие, так и плохие, ситуация на сегодняшний день такова. В прошлом году прокуратура отказалась утвердить обвинение Светлане Прокопьевой, которое подготовил следователь Следственного комитета, поскольку в деле имелись взаимоисключающие экспертизы. Две экспертизы против Светланы, если так вот называть простыми словами, и две экспертизы, качественные, совершенные, которые показывают ее полную невиновность. В такой ситуации следствие опиралось только на обвинительные экспертизы, которые устраивают следствие, и никоим образом не обосновало свое отношение к экспертизам, которые защищают права Светланы и доказывают ее невиновность. Прокуратура предложила следствию исправить недостатки обвинения. В качестве исправления следствие решило заказать экспертизу, еще одну, получается пятую, если я не сбился со счета, может быть она даже не пятая, а больше. Но логика следствия впечатлила всех нас. В связи с тем, что дело Светланы Прокопьевой стало широко известным в Псковской области, в Москве, в Санкт-Петербурге, то на территории прилегающей к городу Пскову, на несколько тысяч километров, экспертов искать нельзя, решило следствие. Слишком хорошо эксперты знают о том, что происходит. То есть, надо найти эксперта, которые не в курсе. Эксперта нашли в Хакасии, при том эксперты с психологическим образованием, и этот эксперт получила задание составить экспертизу. История экспертиз, которая подготовлена этим экспертом, является крайне печальной. Это репрессивная история. Светлана Прокопьева прокомментировала назначение этой экспертизы и получила судебный иск от этого эксперта ценой в 500 тысяч рублей. В моем понимании, если эксперт, эксперт-лингвист, участвует в расследовании уголовного дела и пишет экспертизу, которая должна в дальнейшем быть использована при составлении обвинения, либо оправдания при решении суда, она не имеет права выражать свое отношение к обвиненному человеку. Просто не имеет права. Да, то есть, как же она может выдавать экспертизу, если у нее конфликт интересов? У нее прямой конфликт. Она, подав заявление в суд, якобы о защите чести и достоинства, госпожа эксперт перестала быть экспертом. Она должна взять самоотвод и отказаться от экспертизы. То есть, дело, к сожалению, не завершено, оно будет болтым. Все в подвешенном состоянии, да теперь еще и усугубилось тем, что эксперт взяла и устроила конфликт интересов. Я думаю, что эксперт прочитала про себя неприятную правду и отнеслась к этому эмоционально. И вышла из состояния эксперта. Да, и вошла в какое-то другое видение. Вошла в состояние войны. Вошла в состояние войны. Как сейчас Светлана Прокопьева, как она вообще держит? Светлана Малачина. Мы с ней общаемся. Буквально недавно, 6 февраля, мы отмечали у нее дома год со дня возбуждения уголовного дела этого чудовищного обыска, который всех нас потряс. 6 февраля прошлого года, 2019-го, было днем первой общероссийской и даже международной солидарности со Светланой. То, как проходил обыск, то, как ее увозили 10 человек в масках и с оружием на допрос в Следственный комитет, почти не вызывало сомнений, что она будет арестована. Арестованный по такому делу человек, это очень серьезно. Полминутки. А сейчас, спустя год, уровень поддержки сильно упал. Это не так. Прошу прощения, Таня. Уровень не упал. Люди расслабляются, когда они слышат сигнала СОС вот в эту секунду, в эту минуту. Был очень высокий пик поддержки 6 февраля, в день ареста. Именно это позволило Светлане выйти из Следственного комитета свободным человеком, в том числе без подписки. И еще один день солидарности был 1 октября, когда все это был день рождения. Она записала свою замечательную колонку, и сотни журналистов из сотен медиа в России выразили ей поддержку. Сейчас прервемся. Это особое мнение Льва Шлосберга. В 50. В 50. Прекрасно. Потому что все время бегает время. Да, я посмотрела. Спасибо большое, Сан Максимович. Сейчас я прочитаю вам. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В следующий день ему стало плохо, он повторно попал в больницу и в тот же день скончался. Господь, в котором это произошло, пообещал теперь перед выпиской проводить анализ на выявление антител к новому коронавирусу. Владимир Кузин поручил властям Петербурга принять меры по сохранению могилы Михаила Кутузова. Соответствующие документы публикованы на сайте Кремля. В январе на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны одна из участниц сообщила президенту, что могила Кутузова в Казанском соборе находится на учете в разных учреждениях, что мешает получить средства на ее реставрацию, передает Интерфакс. Бывший премьер-министр Италии Сильва Берлоскони разорвал отношения с Франческой Паскалей после 12 лет... Против жителей Архангельской области возбудили уголовное дело об оправдании терроризма за комментарий во ВКонтакте. О самоподрыве вот этого студента в региональном управлении ФСБ. Ну, собственно, та же самая история. Поводом для возбуждения дела стал комментарий в паблике сплетник Коряжмы. Он написал, мы боимся изменить что-то в нашей никчемной жизни, а у парня хватило духу. Видать, действительно довели. Большой кредит до 5 миллионов рублей от 9,4 годовых. Да, ну вот, в общем, такая история. Банк миллионов. Кабелу Кабанкао. Чтобы выразить любовь в цветах, купим... 205.2. Вообще, конечно, эти уголовные дела за комментарии в ВКонтакте, это вообще просто какое-то воплощение зла. Ну, подождите, а вот давайте для Ютьюба хотя бы расскажем. Вы против голосовали исключения Максима Катса? Я член политкомитета. Я член политкомитета. Голосую членом бюро. Все, я поняла. Я выступал на бюро и объяснял коллегам, что мы должны искать мирный выход из ситуации. Это была принципиальная позиция, не только моя. Учитывая, что эта дискуссия была на закрытой части политкомитета, я могу просто подтвердить свою позицию, что мы должны искать путь друг к другу. Это партия, в ней никогда не будет людей-близнецов. Проблема в том, что это не просто партия, а партия яблока. Ну, то есть не проблема, а как бы суть. И, ну, это не первый раз, когда исключают. То есть для меня история там с... Ну, Навального не будем трогать, ладно, Яша. Это разные ситуации. Ну, каждый раз разные ситуации. Нет, каждый раз, потому что разные люди. Да, каждый раз разные люди, каждый раз разные ситуации, а партия одна и та же. Поэтому... Нам нужно учиться быть яблоком с большим числом долек. Разных. Да. Можно даже полосателек. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем особое мнение у микрофона Татьяны Фельгенгауру. В гостях у меня Лев Шлозберг, глава Псковского регионального отделения партии «Яблоко». Политик, давайте мы поговорим про день смерти Иосифа Сталина. В Екатеринбурге планируют запускать салюты. В Москве Геннадий Зюганов ходит по Красной площади, значит, с цветами и всячески чтит память. Такие даты вообще требуют какой-то специальной реакции и, в первую очередь, со стороны официальных лиц. Да. И единственная такая реакция наступила на 20-м съезде КПСС от Никиты Сергеевича Хрущева. После этого ни советское государство, ни российское государство, и это большая ошибка Владимира Путина, государственного отношения к Сталину и его политике не выразила. То есть антисталинистской политики российского государства нигде не было зафиксировано. Поэтому Сталин встает из могилы. Ну, и довольно давно, то, значит, эффективный менеджер, имя России и прочее, прочее. А сейчас у Владимира Путина новое увлечение. История Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в нашем варианте. Тоже у него, как бы, видимо, претензий к Сталину нет вообще. Увлечением Путина является не история Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, а пропагандистский миф об истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Это разные вещи. История – это попытки установить истину, установить как можно большое число фактов и представить их обществу. Это история, это исследование. Если мы говорим о пропагандистском мифе, то это не наука, это агитация и пропаганда, притом в конкретных прикладных интересах властей. Если сегодня власти готовы переступать через ценность человеческой жизни, уважение к человеку, права и свободы граждан, то тогда Сталин вписывается в эту концепцию отношения властей к людям. И тогда получается, что Сталин косвенно полезен. Просто, понимаете, никто из этих людей, кто сегодня в том числе восхваляет Сталина и ходит со всевозможными кактусами к нему на день рождения и день кончины, никто ни в каких своих мыслях не может допустить, что он может оказаться в застенках. Вот представим себе невозможную вещь, как это накликали, воскресили, оно вылезло из гроба, усатое. И говорит, ну что, отщепенцы, предатели, враги народа, а теперь я займусь вами, всеми. Выстраивайтесь в очередь, я вам сейчас обеспечу. ГУЛАГ никуда не исчез, свободные места есть. Как вы думаете, что будут делать эти люди? Они в панике побегут. Они, прославляя Сталина, пытаются вот таким отраженным светом вот этой смертельной луны поддержать свою подыхающую политическую популярность. В том числе Зюганов и в какой-то степени не так явно, ну потому что совсем стыдно, но неявно это делает и Путин. Потому что когда люди живут хайпом, а это в чистом виде хайп, они хотят откусить, оторвать, отщепнуть кусочек этого хайпа от Сталина и прицепить к себе. У Сталина это какой-то несвежий хайп, нет? Вы знаете, все то, что пользуется общественной популярностью, особенно в силу невозможности получить качественную информацию о том, что на самом деле происходило. Ведь почему такое огромное количество просмотров у фильма Юрия Дудя-Колыма? Почему он стал бить по числу просмотров своими фильмами и первый и второй канал? Потому что люди хотят знать правду. Потребность в правде у общества в высочайшей степени значительна. И когда этой правды нет на официальных каналах, люди ищут ее в других местах. Общество наше не является сталинистским. Государство является сталинистским. Ну, погодите, а огромное вот это вот число людей, которые говорят, вот коррупционеры крутгом, все разворовались. Сталина на вас нет. Вот был бы товарищ Сталин, вот бы он всем показал, никто бы ничего не врал. Это в такой извращенной форме люди требуют справедливости и наказания виновных. Это вылезает матрицей истории, что было время, когда сажали и казнили, невзирая на чины. И люди, не обладающие знанием об исторической альтернативе, люди, которые не могут увидеть на своем личном жизненном примере справедливый суд, настоящее следствие, независимое от властей, и справедливые приговоры, эти люди ищут в недавней, а для кого-то в давней истории, некие аналоги, скорее мифы, которые кажутся им успешными. Вот в таком виде люди требуют справедливости и выражают свое отношение к государству. Никто из них не хочет оказаться на месте подсудимого особой тройки. Никто. Но есть некий миф, что могли посадить кого угодно, на самом деле сажали кого угодно, и 95% были невиновны вообще ни в чем, а 5% обвинили не в том, в чем они были виновны. И эти люди не поклонники Сталина, не поклонники людоедства, не поклонники живодерства. Это люди, которые обижены и даже оскорблены тотальной несправедливостью государства. Вот откуда вылезает популярность мифа о Сталине. Это не сторонники расстрелов и массовых казней. Но при этом государство всячески этот миф поддерживает, развивает и укрепляет. Оно им пользует, потому что российское государство ежедневенец, оно ничего своего не построило. Оно пользуется мифами прошлого и смотрит в прошлое. Почему Путин занялся Второй мировой войной, Великой Отечественной войной, а нет других скреп. Давайте-ка полистаем российскую историю путинского времени за последние 20 лет. Где скрепа? Хоть одна, хоть одно достижение, которое является всемирным. Было одно, очень недолго, Олимпиада в Сочи. А я думала, а как же, а Крым? Крым не является тем достижением, которое в итоге сплотило народ. Крым был наркотиком. Крым был наркотиком, на котором Путин смог решить проблему падения своей популярности и сплочения народа вокруг себя. Этого наркотика хватило на 4 года. Все, кончился наркотик. Не та скрепа. Начинает ржаветь. Ну, сейчас вот в Конституции, наверное, что-нибудь появится. А уже неважно. Такое скрепоносное. Понимаете, какая вещь? До последнего времени Конституции относились как к достаточно незыблемой вещи. Все поправки, которые в нее вносились, были штучными. Появились новые сроки полномочия президента, появились сенаторы от президента, появились еще какие-то точечные вещи, но это не было переделкой всей Конституции. Конституция вообще должна быть священной коровой. Вот как родили, так и пасется. Дает молоко? Спасибо, что дает. Не переделывайте эту корову в том смысле, что она такой родилась. Хотите подготовить новую Конституцию для нового государства? Готовьте. Но тогда это должно быть Конституционное совещание. Или, что было бы правильно для России, учредительное собрание, настоящее учредительное собрание, которое будет обсуждать устои российского государства. Я даже себе представить не могу, чтобы кто-то из первых лиц государства произнес в слух словосочетание «учредительное собрание». Ну, как-то, ну, слишком, ну, они же историю учили. Не учили. Не учили. Учредительное собрание, все такие «уаааа, ребята, это уже все было». Татьяна, очень важная вещь. Сейчас в Конституцию занесут правоприемство Российской Федерации от СССР. Официально. Никакой юридической необходимости в этом нет, но я понимаю, почему они это делают. Потому что продолжаются споры по советской собственности. Но если вернуться в январь 1918 года и в разгон учредительного собрания, то выясняется, что все истоки этой собственности нелегитимны. Это награбленное. Все советское имущество является награбленным. Потому что власть, начиная с января 1918 года, не была легитимной. Собственность, которая перешла в собственность Советского Союза, это собственность, изъятая в большинстве случаев заведомо незаконным путем. Кроме того, имущество, которое было произведено и сделано уже людьми в советское время. Заметьте, не как частная собственность, а как собственность государства, собственность материальное движимое имущество, здание, сооружение. На мой взгляд, российское государство, российские власти запутались. Величие в их понимании находится в прошлом. Все самое великое было вчера. И этим самым они тоже сокращают срок действия Конституции. Они не показывают перспективу. Они не показывают, что будет завтра. Путин, он великий, он навсегда. Есть одна важная вещь. Путин не бессмертен. И это самое важное положение. Нам не дано этого знать. Нам дано это знать. Это знают все. И Путин, и все жители России знают, что Путин не бессмертен. И понимание того, что он не бессмертен, делает эту Конституцию временной. Лев Шлосберг в программе «Особое мнение». И еще одна тема, очень важная, которая вызывает бесконечное количество споров, большинство из которых лично меня довольно серьезно расстраивает. Это история вокруг уголовного дела сети. И теперь уже вокруг второго дела уголовного. И речь идет об убийстве молодого человека и девушки, которые были знакомыми фигурантов некоторых дел и сети. Все перепуталось, все запуталось, поучаствовала в этом довольно активно «Медуза», чтобы все запутались. Что во всей этой истории лично для вас, а, важно, и, б, остается непонятным? Таня, для меня важны две вещи. Первая – свобода слова. Средство массовой информации «Медуза» имело полное право, получив существенную информацию, имеющую общественное значение, вывести эту информацию в свет безотносительно тому, в каком положении находятся участники этого сюжета сегодня, в том числе и будучи арестованными и осужденными уголовным судом первой инстанции. Второе. Для меня главные страдающие люди в этой истории, с учетом той информации, которая опубликована, это родители Кати Левченко и Артема Дорофеева. Это люди, у которых убили детей после вчерашних сообщений с подтверждением того, что останки девушки также найдены. Уже мы говорим не о пропавшем человеке без вести, а о убитом человеке. И любая информация, связанная с убийством двух людей, жестоким убийством и подлым убийством, имеет колоссальное общественное значение. Я считаю, что право журналиста на свободу слова, право средства массовой информации на обнародование самой неприятной и некомфортной для нас правды в самый неподходящий момент. Это право неприкосновенно. Но у журналиста есть и ответственность, и когда ты выдаешь столь важную, в общем-то, судьбоносную информацию, это ведь требует от тебя самой тщательной проверки двух сторон и прочих стандартных, я бы даже сказала, прописных истин журналистских. Я читал все материалы, которые были опубликованы «Медузой» и «Новой газетой». Могу сказать следующее. Первое. Дело сети фальсифицировано. Все показания по делу сети выбиты под пытками. Они юридически ничтожны. Дело сети должно быть закрыто. И в части создания и деятельности террористического сообщества, судя по тем материалам, которые опубликованы для всеобщего сведения, эти люди невиновны. Мое понимание заключается в том, что дело сети, организации, запрещенные в Российской Федерации, является делом придуманным для того, чтобы оправдать деятельность Федеральной службы безопасности и, возможно, отдельных ее структур. И это дело, отношение к этому делу не изменилось в связи с публикациями о возможном убийстве двух людей. У меня не изменилось. И я считаю, что адвокаты должны продолжать делать свою работу. И требование о прекращении этого дела в связи с того, что все его показания, это признательные показания под пытками, остается и моим личным требованием тоже, в том числе как депутата. Это первое. Второе. То, что связано, все, что связано, а, с производством и сбытом наркотиков, это страшный бизнес. Все, что связано с убийством двух людей, безотносительно к тому, участвовали ли они в производстве и сбыте наркотиков или не участвовали, это убийство двух людей, отягчающих, в моем понимании, обстоятельствах, это предмет внимания СМИ. Если бы не публикация «Медузы», уголовное дело по убийству Дорофеева и Левченко не было бы сегодня возбуждено, тело, останки Кати Левченко не были бы найдены. Но это не так. Это не так просто потому, что сама «Медуза» говорит, что родители шли в Следственный комитет, мы об этом знали. Только не было реакции Следственного комитета. Следственный комитет не вмешивался. Есть одна важная вещь. Убийство – это последственность Следственного комитета. Террористическая деятельность – это последственность ФСБ. Следственный комитет не может забирать себе дела, которые под ведомостью на ФСБ. То есть, Следственный комитет использует СМИ для того, чтобы перебороть ФСБ? Я не вижу сейчас в тех публикациях, которые вышли в свет в Медузе, руки Следственного комитета. Я не вижу, потому что Следственный комитет в этих публикациях выглядит как непрофессиональная организация, которая не сделала свою работу ни вовремя, ни качественно. Следственные органы России, в том числе ФСБ, в том числе Следственный комитет, в том числе прокуратура, которая надзирает за следствием, в этих публикациях выглядят беспомощными и абсолютно непрофессиональными. Никакой заинтересованности Следственного комитета в этих публикациях я не вижу. Я вижу две пострадавшие семьи, которые навсегда потеряли своих детей. И матери, и оба отца никогда больше не увидят своих детей. И вопрос об ответственности за эти убийства является общественно значимым вопросом. Если журналисты их подняли, спасибо этим журналистам. Я знаю всю ту дискуссию, которая ведется на эту тему. Я на стороне журналистов и родителей убитых детей. А на стороне ли вы родителей тех детей, которых пытали и которые получили сроки? И еще в Питере продолжается дело. Я подготовил запросы по делу в сети, связанном с пытками, при том не только в Генеральную прокуратуру, куда писали все депутаты, но и в Следственный комитет с требованием о возбуждении уголовного дела против тех, кто пытал. Это отдельное уголовное дело. Каждое преступление совершается отдельно. Ответственность за каждое преступление должна быть отдельной. Если люди не создавали террористическую организацию, обвинение в этой части должно быть прекращено. Если люди причастны к убийству, они должны быть судимы как убийцы или лица, причастные к убийству, но не как террористы. Невозможно судить за убийство через террористическую деятельность. Это полная дискредитация следствия, суда, прокуратуры, всего чего угодно. Вообще дискредитация власти. Да, и над всем этим реет ФСБ гордо. Татьяна, над всем этим реет люди, ушедшие из жизни, над всем этим реет беззаконие и несправедливость, реет правовой беспредел, когда реальное преступление не расследуется, а вымышленное преступление доходит до суда. Это означает то, что государство не работает, и средства массовой информации, которые показывают, что государство не работает, делает свою работу, и это важно. Спасибо большое, это было особое мнение Льва Шлосберга. Спасибо. Секунда в секунду. Да. Да, стараюсь.